Приветствую вас, мы на телеканале «Импакт». Это прямой эфир и на программе «Влияние. Я не один». То, что мы и анонсировали, Нелли Мертис. Сегодня с нами Нелли. Приветствую вас снова. Я рада вас приветствовать, дорогие телезрители, дорогие слушатели, христиане и светское население. Я рада, что вы имеете возможность вместе с нами рассуждать, размышлять о действиях Господних, о действиях сверхъестественного порядка, которые Бог предоставляет человечеству. Почему Бог предоставляет нам возможность быть Его сотрудниками? Потому что Бог обновил отношения с человечеством и дал нам залог Духа, как написано в Библии. И посредством силы Святого Духа, пребывающего в нас, мы имеем те возможности, которые когда-то Иисус проявил на земле, исцелял, изгонял бесов. Он знал будущее. Написано, Он знал, что в сердце человека. И не надо было Ему подсказывать. Таким образом, Дух Святой, проявляя себя в нас, поднимает нас на уровень Иисуса Христа. Может быть, не в полном объеме, но насколько возможно для верующего, по мере веры. Иисус сказал, дела, которые я творю, и Он сотворит. Так что, чем больше вы приблизитесь к Духу Святому, тем больше вы сольетесь с Ним, тем сильнее слава Божия и действия даров Духа Святого будут проявляться через вас. Это небольшая преамбула. Спасибо, Неля. Это преамбула к нашему разговору. У нас сегодня полтора часа с тобой. Полтора часа. Прежде чем мы приступим к теме, я такое очень приятное вчера получил из Лос-Анджелеса. «Dear Impact TV Network, thank you. We love watching your program». И в этом маленьком конверте, зеленом, вот такая. «Dear Impact TV Network, we would like to say a special thank you for your hard work. We love watching all the programs. God bless you. Your families with wisdom and strength». А затем по-русски вы пишете. «Мы видим ваши добрые дела. Мы очень рады, что Бог говорит через ваши программы к нашим сердцам». Желаем вам крепкого здоровья, успехов. Отдельное спасибо ведущим здесь перечисления. «Пусть руки Христа будут на вас. С уважением. Мирзаян». Я так понял. Анна Мирзаян. Спасибо вам, друзья. Доброе и приятное. Это Лос-Анджелес благословенный. Кстати, из Молдавии. Друзья, искренне признателен вам Василий Варварики. Видно, есть такое молдавское имя и фамилия. Василий Варварики. Это, я так понимаю, молдавский. Или румынский, наверное. Так вот, спасибо за ваши партнерские пожертвования из Молдавии на служение «Импакт». Вы сегодня сделали. Бог да воздаст вам обильно. Настолько приятно понимать, что в наши партнерские отношения входят в постсоветское пространство республики. Это так здорово. Так здорово. Спасибо вам, дорогие молдаване, братья и сестры. Это меня тронуло вообще. Это меня такого рода письма всегда тронуло на английском языке. Это калифорнийская армянская пятидесятническая церковь. Калифорнийская армянская пятидесятническая церковь. Даже по-русски, наверное, не говорят. «Импакт ТВ, мы хотим быть руками помощи в вашей христианской работе». И взамен мы бы хотели ваши фамилии и ваши благословения для строительства нашего нового здания. Вот это да. И вы прикладываете чек. И большой чек, немалый чек. С уважением, пастор Оксен Нерсисян. Оксен Нерсисян. Это так, это искренне, настолько тронуло меня. Нерсисян, давай мы благословим этих людей. Благословим в Молдавии, благословим... Это то, что я буквально сегодня прочитал, получил. Мы благословим эту церковь, которая сеют в это служение, армянская церковь. Я никогда с вами не встречался. Знаю, что вы любите нас. Но вы просите, чтобы мы молились и благословили строительство вашего нового здания. Я понимаю, у вас своих расходов очень много. Но, тем не менее, вы жертвуя, вкладываете в служение импакт. Присоединимся к молитве. Господи, я благодарен Тебе за этих друзей. Имена, которых я читал. Благодарю Тебя, Боже, что Ты располагаешь их сердца. И в Лос-Анджелесе, и в Молдавии, и здесь, в Калифорнии благословляю Твоим святым словом, Твоим именем. Пусть все их желания будут усовершены по богатству, благодати Твоей, полнотою любви Твоей и слова Твоего. Все их нужды да будут восполнены из небесных кладовых во имя Иисуса. Благослови эту армянскую общину служителей. Пусть Твоё слово звучит в их устах. Постоян Твои свежие откровения в пастырские уста во имя Иисуса Христа. Пусть будет завершён проект строительства здания для народа во имя Иисуса. Сегодняшний вечер мы принимаем как Твой дар для нас, а также благословение Твоё для народа, для зрителей, которые будут слушать и принимать Твои свежие откровения. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Thank you, Lord. Итак, Нелли, мы продолжаем. Твоей преамбула было то, что водительство Духа Святого, руководство Духа Святого, участие Духа Святого, жизнь Духа Святого, то есть дыхание Божье в нашем служении, то есть оно архиважно, оно крайне необходимо, поэтому тебе слово. Я хочу сейчас продлить тему о Духе Святом. Но как прелюдия, скажу маленькое сообщение, моему сыну Бениамину Мерто сегодня 20 лет. Я хочу поздравить его и благословение тебе, дорогой сыночек, пожелать. И я очень благодарна Богу, что ты служишь вместе с нами в служении. Ты мой переводчик, ты переводчик нашего пастора, ты очень много делаешь для церкви, любя Иисуса. И у меня к тебе одно благословение, чтобы ты познал Иисуса Христа всем сердцем, подчинился ему и шёл за ним. Но и мы присоединяемся к этому, и масса зрителей наших присоединяется к этим поздравлениям, и весь народ сказал «Аминь». Будь благословен. Дорогие зрители, дорогие друзья, мы продолжаем тему «Личность Святого Духа». Личность Святого Духа – глобальная тема, актуальная тема, насущная тема. Она касается каждого христианина. И настолько, насколько вы познали Личность Святого Духа, настолько вы можете использованы быть Богом. Если вы не соединяетесь с Духом Святым, не наполняетесь Его силой, не поддаётесь тому, чтобы Дух Святой функционировал и действовал через вас, вы сами себя обделяете, вы сами себя обедняете. Когда мы не пользуемся дарами, получается очень кривое строительство. Представьте себе, я немножко предложу тему о водительстве, но потом вернусь к Личности Святого Духа. Когда мы строим какой-то дом, и у нас нет инструментов, нет мастерков, что нам приходится делать? Всё делать руками. Руками цемент мешаем, руками кладку делаем, руками кирпичи носим. На что будет похоже строительство? Это будет уродливое здание, его даже невозможно будет удержать. А на что будут похожи наши руки? Они будут совершенно повреждены. И если сравнить этот пример с церковью, Слово Божие говорит, что Иисус строит церковь свою. Это здание, которое слагается стройно. Если мы, участвуя в строительстве церкви, не воспользуемся Богом данными мастерками, то церковь, которую мы строим, действительно будет уродливого вида. А на что будут похожи наши руки, наша жизнь? Мы часто повредим сами себя из-за того, что мы не знаем воли Божьей во многих вопросах, из-за того, что мы пытаемся божественную истину построить своими собственными потугами, своими собственными усилиями, и чаще всего проваливаемся. Итак, о личности Святого Духа. В прошлый раз мы с вами, дорогие друзья, говорили о цели крещения Духом Святым. Я коротко пробегу. Нам важно принять силу. Нам нужно быть Вадимым Духом Святым. И конечная цель – мы хотим быть вознесённым в небеса. И для нашего внутреннего утверждения нам важно иметь печать, сыновство. Сказано, что Дух Святой – это печать нашего сыновства. Печать определяет наши отношения с нашим Небесным Отцом. Это утверждённые отношения. Итак, дальше посмотрим, для чего нам нужны языки. Я немножко напоминала, что мы молимся на новых языках для того, чтобы Дух Святой имел возможность возглашать или проговаривать к Отцу молитву, которая в тайне, которую никто не понимает. Это закодированный текст, но Отец Небесный её понимает. Нам нужен самозаряд, нам нужна сила Божия. Римлянам 8.26 написано, что Дух Святой ходатайствует о нас. Он ходатайствует за всех святых по всей земле. Сколько раз были такие случаи в вашей жизни, когда вы не в состоянии были молиться из-за крайне кризисной ситуации или шокового состояния, или вы были горько обижены, подавлены, какие-то нападения в жизни испытали, вы были не зложены. И тогда вы просто начинали молиться на языках. А могло быть и так, что Дух Святой побуждал кого-то где-то молиться, и люди ходатайствовали о нас. Я знаю несколько случаев, когда люди рассказывали мне, что я стояла, мыла окно, женщина говорит, и Дух Святой побудил мне молиться. Я стала молиться сильно на языках, потому что тревога большая вошла в мой дух. И увидела видение Неля тебя. И я ей сказала, когда это было? Это было 21 июня. Я говорю, я хорошо помню этот день. Я была настолько не зложена, я как раз переехала в Германию. Многое не ладилось в организационных вопросах. Я не имела знания немецкого языка. Я была настолько не зложена и подавлена, что не могла даже молиться. Я сказала, Дух Святой, побуди кого-нибудь где-то на земном шаре, помолиться за меня, потому что слово твое говорит, что мы единое тело, и кто-то может поддержать меня. И вот я узнала ответ. Это было 21 июня. Дух Святой, наша поддержка, наш ходатай, и Он использует наш как организм. Написано, страдает один член, страдает ним всем. Пальчик болит, через него болит и голова, через него дергает и сердце. Потому что нервная система электроникой соединена во всем организме в единое целое. Также и Дух Святой нас, как церковь, соединил в единое целое. Мы божественный организм, и очень важно, чтобы мы использовали его силу, его возможности, его способности для исполнения воли Божьей. Иисус давал свои знания, находясь на земле, но Бог давал свои заповеди с расчетом, что по-человечески, человеческими усилиями их невозможно исполнить. Иисус показал нам, как будет развиваться ход событий. Иисус показал нам, для чего мы находимся на земле. Для утверждения Божьего Царства на этой земле. Не для утверждения идей, идеологии христианской религии, или еще каких-то правильных понятий морали, каких-то установок морали. Нет, не для этого. Мы на земле для утверждения Божьего Царства. Я очень бегло прошла. Я сейчас вернусь. Знаешь, какую мысль о том, что Дух Святой созидает церковь на земле? Вне Духа Святого церкви быть не может. Она не может функционировать. Поэтому вот на этом мы должны чуть остановиться. Вне Духа Святого просто церкви нет. То есть это может быть организация, это может быть сообщество, общество, общество, клуб, это может быть все, что угодно, но это не будет тело Христово, потому что Дух Святой пребывает только в теле Христовом. Поэтому вне тела Дух Святой не оперирует ничего вне тела, он оперирует только в теле. То есть и об этом ты чуть позже будешь говорить, что все духовные дары и проявления Духа Святого, они предназначены для тела, то есть они для церкви. Поэтому вот эту мысль, ты чуть бегло пробежала, очень важно детализировать о том, что вне Духа Святого, если есть категория христианства, которая пренебрежительно относится к духовным проявлениям, к присутствию Духа Святого, это очень тревожно, это очень... Многие даже не осознают это. Многие даже не понимают, отвергая личность Духа Святого, отвергая духовное проявление, духовное дарование. Этим самым они умоляют себя в духовных плодах. Почему? Потому что Дух Святой изнутри, как мы говорили, если дары даются извне, это разница между дарами и плодами, так Дух Святой, то есть плоды растут изнутри. Дары извне, плоды изнутри. Поэтому те, которые отвергают, я не в знак критики кого-то, но я чувствую так от Духа Божьего, видно, в чей-то адрес важно это сказать, что если пренебрегают или претендуют, ставляя себя на место, что мы духовные, что у нас есть Дух Святой, но не понимают, может, даже неосознанно отвергают личность Духа Святого, отвергают, ну извини меня, говорение на иных языках, сопричисляя это к каким-то бесовским проявлениям. Даже такие есть. Сохрани вас Бог, и помилуй вас Бог, и прости вас Бог даже за мысли такие, что говорящие на иных языках, а это, кстати, не запрещено на канале, на импакте это не запрещено, и говорить на иных языках, и молиться на иных языках, ну не 24 часа в сутки, но когда Дух Святой наполняют. И поэтому мы говорим о том, что открытым текстом, что если, и я не скрываю это, если вы, дорогие мои, критикуете тех, которые говорят на иных языках, моя молитва, чтобы Бог помиловал вас, потому что наказание может быть незамедлительно, но да, сохрани вас Бог, и помилуй, и прости вас. Поэтому все эти вещи, о которых духовно истинные, о которых мы говорим, они очень важны. Я сделал специально такой небольшой экскурс, потому что это очень важно. Продолжаем. Конечно, Павел очень много говорит о взаимоскрепляющих связях церкви. И кто являет собой эти взаимоскрепляющие связи? Это работа Святого Духа. Так как коротко и ясно отмечено в Писании, что Иисус глава, а Вселенская Церковь – это тело Христово. В тело Христово входит поместная церковь, и так из маленьких ячеек состоит все тело. Иисус глава. Но с нами физически Он на данный момент не находится. Поэтому когда Иисус уходил на небо, Он сказал, «Я ухожу, но вместо себя я пошлю Духа Святого, соответствующего мне. Он наставит вас на всякую истину. Вместо себя Иисус показал равенство уровня. Не может президент Америки заключать договора уборщицу». Так что мы никогда не имеем права умолять Духа Святого, несмотря на то, что Он физически неощутим. Потому что Дух Святой занимается полностью деятельностью созидания Церкви на земле. И именно через мастерки Святого Духа идет совершенное созидание Церкви. Потому что на нашу глубокую логику Слово Божие не рассчитывает. Наша логика, наша совесть запрограммирована. Каждый в своей деноминации получил какую-то информацию и имеет определенный ракурс зрения, определенный угол зрения. И таким образом человек развивается и понимает. Но Дух Святой приходит и дает нам ясность через Слово Божие. Дух Святой открывает планы Божии. Дух Святой дает нам понимание истинности Писания. Потому что мы люди склонны интерпретировать Слово Божие по своему разумению, на своем уровне понятий. И чтобы было единство, гармония, понятий, Дух Святой открывает нам сущность всей Божественной истины через внутреннее откровение. Почему же тогда по-разному понимаем Писание? Сколько умов, столько и представлений. Потому что мы воспитывались в разных социальных кругах, в разных культурных кругах. У нас восприятие совершенно различное. Во-вторых, у очень многих людей нет ясности в знании истории Старого Завета. Поэтому многие переносят истины или исторические факты Старого Завета в сегодняшний день и совершенно не располагают знаниями, как их понять, к чему их прицепить. Такие сложные местописания, как грех смерти, грех не к смерти. Люди не знают, что многие варианты были связаны с уже известными тогда понятиями. Или когда Павел говорит о военных действиях, об мандировании для их образа жизни, это был стандартный пример. А нам приходится изучать исторические элементы, чтобы понять. Они по-другому не воспринимали. Они воспринимали в ракурсе своего восприятия действительности и опыта. Мы часто местописания, которые прямолинейно должны восприняться, воспринимаем косвенно. Но Дух Святой занимается тем, чтобы направить нас в единую линию откровения. Вот почему нам нужно откровение Духа Святого. То есть не думаешь ли ты, Неля, что различные толкования, понимания, различные и даже большие разногласия относительно трактовки того или другого местописания, оно также связано с тем, насколько мы, насколько служитель, трактующий, толкующий, истолковывающий, или проповедник, или пастырь, или лидер духовный, насколько он лично сам заинтересован войти в глубину. Может быть, это одна из причин, что некоторые заинтересованы по лодыжку ходить и бояться глубины, а другие наоборот, им давая глубину, им давая простор. То есть они высрвутся, они, как некогда я говорил, ноги шуршат по земле, а он головой в облаках или в небесах. То есть, может быть, это и есть причина того, что... Причина разномыслей. Разномыслей, да. Да, насколько человек углубился в суть божественных откровений, настолько более будет единство. Смотрите, одна из основных целей молитвы Иисуса – да будут все едины. И кто может воссоединить все под главой Христом? Это работа Святого Духа. Несомненно. Поэтому Дух Святой пришел не как дополнительный вариант. Это ведущая личность для церкви. Это личность, которая полностью заменяет деятельность Иисуса Христа на земле. И еще ее более обширно расширил, потому что Иисус работал в рамках Израиля, в рамках одной страны. Дух Святой работает по всему миру. Одновременно. И одновременно нас соединяет. Так что мы как бы как в одной электрической сети. Кто-то где-то болеет, Дух Святой использует меня, чтобы помолиться за него. Часто написано, в 8, 26, 27 написано, что Дух Святой ходатайствует воздыханиями незреченными. Я говорила выражениями непереводимыми. Но иногда Дух Святой использует даже в наших эмоциях воздыхание, чтобы промаливать какие-то ситуации, совершенно неизвестные нам. Очень много в практике у меня было вариантов, когда ни с того ни с сего, находясь в совершенной радости, в торжестве и покое, я начинала рыдать и плакать. Я была удивлена, говорю, Господь, о ком плачет Дух Святой? В моем окружении нет причин для столь яркого выражения болезненных эмоций. И Дух Святой иногда говорил, о чем плачет Дух Святой? Иногда не говорил. Итак, функции Духа Святого. Функции Святого Духа. Цель молитвы Духом Святым. Дух Святой ходатайствует о нас. О ком ходатайствует Дух Святой? Это наше окружение. Я понимаю, что Дух Святой заботится о том, чтобы я развивалась, чтобы у меня было правильное отношение к Богу. Дух Святой ходатайствует о моей материальной сфере, он ходатайствует о моей духовной сфере, о моей безопасности. Все, что касается моей личности, Дух Святой заботится о моей целостности. Дух Святой ходатайствует о том, чтобы я приняла истину, ходатайствует о том, чтобы разум мой просветился. Много вариантов. Знаете, я недавно прочитала интересную вещь. Немецкий ученый под именем Петерс выявил, что в мозгу человека имеется отдел, который не используется, не задействован ни в каких физических, физиологических функциях. И он включается в свою работу только тогда, когда человек говорит на иных языках. Интересно. И этот отдел мозга поддерживает иммунную систему. Так что, когда человек говорит на иных языках, непосредственно идет импульс для восстановления иммунной системы. Интересно. Я знаю много случаев. Это ты не говоришь за иностранные языки, ты говоришь за иные языки. Я говорю на иных языках. Именно на иных. Потому что иностранные языки совершенно другой отдел мозга отвечают, связанный с памятью. Когда мы говорим на новых языках, наш ум не функционирует 100%, потому что мы не воспринимаем речь Духа Святого, мы не понимаем переводы, мы не понимаем суть и значение слов. Так что включается именно этот отдел мозга, который Бог поместил в нашем сознании, заранее подготовив возможность для говорения на языках. И даже когда мы говорим на иных языках, мы не можем мозгом воспринимать, но мы же остаемся в полном сознании. Но когда мы говорим на иных языках, наше настроение может совершенно поменяться. Ты был печален, ты был разбит, расстроен обстоятельствами, начал говорить на иных языках, через 20 минут такое торжество в тебя вливается, как будто тебя исцелили. Но не было никаких физиологических или медицинских, никакого физиологического и медицинского воздействия. Дух Святой наполняет тебя любовью, исцелил тебя изнутри. Потому что написано, любовь излилась сердца нашим Духом Святым. И главное, нам не надо забыть, он утешитель. Чем больше я соприкасаюсь с ним, тем больше его нежности вливается в мой дух и исцеляет, и ободряет, и поднимает меня. Итак, Дух Святой ходатайствует о нас. 1 Коринфянам 14 глава написано, что мы благодарим посредством говорения на иных языках. Павел говорит, ты хорошо благодаришь. Также очень важно отметить... Даже не осознавая. Даже не осознавая. То есть Дух Святой славит Иисуса. Вообще цель Святого Духа прославить Иисуса на земле. Самое основное. Даже Христос об этом говорит. И церковь служит к этой же цели. Поэтому Дух Святой дает нам дары сверхъестественного порядка или возможности сверхъестественного порядка, чтобы опять прославить Иисуса на земле. Плюс там же Христос говорит, не от себя будет говорить, но услышанное. Но будет говорить, что услышанное. Совершенно верно. То есть откровения по-другому мы получить не можем, но только через Дух Святой. Мы не знаем, как функционирует взаимосвязь между Богом и Духом Святым, на каком уровне, но мы знаем, что они текут в едином русле. Несомненно. Там такая гармония. Дай Бог каждому на земле такую гармонию. Но она отсутствует. Да будут все едины, как мы едины. Но из-за присутствия греха это единство практически невозможно. Вот по ходу, Неля. Смотри. Смотри. Но Саввел, он же Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор. То есть ты помнишь эту историю? Елима Волх. Совершенно. Исполнившись. Как ты понимаешь, сам момент, что это такое? И много мест Писания говорят, они же исполнившись Духа Святого. Или Павел исполнился, и апостол Петр исполнился. То есть что за момент? Это что? Это увеличивается тембр голоса? Или это поднимаются руки? Или вот сам момент, исполнившись Духа Святого. То есть он же имел Дух Святой внутри, и он был Вадимом, Духом Святым. Но вот момент, исполнившись Духа Святого. Что это такое? Ты изучала это? Да, часто приходится сталкиваться. Я склонна мыслить, что здесь речь идет об особой порции помазания. Каждый из нас имеет благодать Божию по мере дара Христова написано. И чем больше мы общаемся с Духом Святым, тем больше сила приходит к нам. Даже говоря о даре пророческом, когда я начинаю молиться на языках, я не ощущаю особенного потока. Но в одну секунду, проговорив сколько-то времени на иных языках, 10 минут, 20 минут, я ощущаю, что в меня вливается особый поток. И я тогда могу свободно и легко пророчествовать и говорю особо глубокие тайны. До того момента, когда я не исполню сильно Святым Духом, я вижу, что пророчество идет общего наставительного порядка. Ну тогда не галопом по Европам. Вот если уж ты... Пришли к пророчеству автоматически. Ну а вот не галопом по Европам, да. Если ты именуешь себя, ты не считаешь себя пророком. Я думаю, что я просто вестник. Я понимаю, ты из пророчествующих. Есть такой вид служения. Не обязательно быть пророком, можно быть пророчествующим. Поэтому ты практикуешь пророческое служение. Пророческое служение, в церковном служении и за пределами. Приходится ли тебе, обращались ли к тебе с вопросом молиться о тайных нуждах? И твоя реакция на обращение? Да, обращались ко мне люди с таким вопросом. Я не заинтересована молиться за тайные нужды в связи с тем, что не все люди понимают ответственность перед Богом, вопрошая Его о своих совершенно колхозных делах. как продать корову, купить колбасу и так далее. Не все люди осознают, что, пользуясь пророческим даром, они иногда сводят человека до уровня гадания, до уровня прорицателя. И мы не должны использовать дар Духа Святого для совершенно ничтожных дел. Поэтому я не позволяю людям скрывать их нужды. Одна из причин – безответственность людей. Они не понимают глубину божественного дара. Вторая причина – часто люди не понимают, как поставить перед Богом вопрос. И они сгрудят два, три, четыре вопроса вместе, приходят к пророку и говорят, у нас есть вопросы. Я говорю, в чем заключаются ваши вопросы? Они говорят, мы только в тайной нужде вопрошаем. Я начинаю молиться, ходатайствовать, и чувствую, что нету никакого конкретного ответа. Дверь не открывается, источник не открывается во мне. Я начинаю выяснять проблему. Оказывается, они не понимают и не конкретны. Мы хотим уехать в Америку, в Англию, в Аргентину или еще куда-нибудь. Господь нам скажи, Бог не назовет адрес тебе в пророчестве. Почему? Потому что люди не понимают, для какой цели служит пророчество. Для назидания, для утешения, для наставления, для обличения. А то, что они представляют как вопросы пред Богом, относится к дарам откровения или к слову знания, а не к пророческому служению. И более к слову знания. Да. Одна из причин. Да, одна из причин. Другая причина. Я не хочу подставлять себя, потому что у каждого человека по-своему действуют дары. Я обычно в моей личной практике всегда ходатайствую сначала о вопросе, который предоставляет человек. Во-первых, я молюсь много с людьми совершенно незнакомыми. Я много путешествую, поэтому, когда я молюсь с людьми, я просто спрашиваю имя и начинаю ходатайствовать о нем. Я предлагаю, чтобы человек молился на языках. Так, по крайней мере, у меня функционирует дар. И когда мы молимся на языках, в эту секунду внутрь приходит порция информации, которую я излагаю своими словами. Потому что пророчество — это спонтанное изложение информации, которое приходит к тебе в дух. Теми словами, которыми в обычной жизни пользуется человек. Так что пророчество может быть грамотное и безграмотное, пророчество высококачественное, или обобщенное, или детальное. Эта ситуация зависит от глубины отношения с Духом Святым. В вашей церкви, где ты находишься, имеет ли место пророческое слово через пророка, в данном случае через тебя? Да, я постоянно служу, уже 14 лет я служу в церкви. Как вас приреагирует на это? У вас большая церковь. На пророческое служение? 10 лет назад у нас была пророческая школа, и в среднем 25 человек служили в пророческом служении. Сейчас уже сократилось это количество, потому что стоять на страже не всем легко. Нужно заниматься собой, нужно практиковать это, нужно жить очень святой жизнью, чтобы Дух Божий пользовался тобой, чтобы ты не осквернял свои уста. Во-вторых, пророческое служение требует длительной молитвы. Я не могу получить от Господа щелчком ответ, я должен пребывать в его присутствии. Групповой молитвы или одиночной? Личностной. Да. Чем больше я заряжаюсь Духом Святым, чем больше я молюсь на языках, тем более глубиной приходят откровения. Поэтому пророческое служение внедрило в мою жизнь совершенно другие стандарты. Вот смотри, в моем служении временами Господь дает мне пророческое слово. Но пророческое слово, даже во время проповеди, когда я служу в церквах, это не в смысле, так говорит Господь, значит, ты поедешь туда-сюда, то другое сделаешь. Но пророческое слово в смысле… Пророческое провозглашение. Провозглашение в судьбу кого-то из присутствующих. Это не говорит о том, что я хожу во пророках, или что я сын пророка, но говорит о том, что, будучи исполненным Духом Святым, мы имеем возможность провозглашать в судьбу человека, исходя из Духа и буквы Писания. Очень важно. Волю Божию. Волю Божию, совершенно верно. И это правильно. Это не значит, что я обязательно, если пророку, я обязательно должен говорить, так, завтра ты будешь кушать картошку, огурцы или помидоры. То есть не об этом говорить. Это даже исключено. Это исключено, совершенно верно. Вот смотри, Неля, вот по ходу у нас интересная тема. Друзья, мы с Неллей Мертес, мы в прямом эфире. И вы знаете, наверное, если вы наблюдали в процессе, то есть в течение последних нескольких дней, ход нашей беседы, мы говорим о Духе Святого, о Личности и все, что связано с работой Духа Святого в жизни христианины. Друзья, если вы пропустили предыдущие несколько программ, вы потеряли много, но не все потеряли. На вашем телеэкране вы прямо сейчас видите наш сайт impacttv.tv, и весь архив, он там, так сказать, для благословения вашего же. И поэтому вот не так давно я присутствовал на одном молитвенном богослужении. Не менее ста человек, может, больше, меньше, но не менее регулярно проводятся молитвы. И присутствовали пророки, и меня предупредили, что будут пророки в служении. И они служили людям, пророки служили, Господь говорил. И один из проповедников, который оканчивал богослужение, данное, в своей проповеди он упомянул имя, в позитиве упомянул имя одного известного служителя, пятидесятнического, известного, очень известного, очень известного. То есть не второго десятка, а первого десятка, так скажем. Вот. И когда склонились на колени, была молитва, и подходит одна из пророков, присутствующих. Она пророчествовала вот до этого момента также другим. И буквально было произнесено следующее, что имя того пастыря, которое ты произнес в своей речи, это прах под моими ногами. Это буквально. Это буквально было произнесено. Это болью, во-первых, это болью отразилось в моем сердце. И я не принял этого. Я говорю, так как есть, не именуя ни города, не именуя ни церкви, не именуя ни штата, не именуя ни страны. Это могло быть на луне. Поэтому я не с тем, чтобы унизить пророка. Но дух мой воспротивился. Почему воспротивился? И я бы хотел, чтобы ты приложила свое понимание, могло ли это произойти. В плане, почему мой дух как-то воспринял это как-то очень настороженно, очень настороженно. Потому что имя того пастыря, оно в авторитете у многих, у тысяч многих. И участвуя и упражняясь в пророческом служении, мой вопрос к тебе. Как ты думаешь, Неля, как ты думаешь, в твоих устах мог ли Господь вложить такие слова в твои уста? А ты в пророческом служении много лет. Четырнадцать, да. Была ли у тебя подобная практика, и мог ли бы Господь вложить в твои уста подобного рода высказывания о духовном служителе высокого ранга? Вот в таком формате, как это было преподано, что он является прахом под божьими ногами. Тебе слово. Очень важно знать принципы пророческого служения. Бог не использует ни угрозы, ни устрашения, ни сплетни. Он не низлагает личность служителей и вообще своего дитя. Если Бог показывает какому-либо человеку его ошибку, он показывает тут же и выход. Я в пророческом служении много лет, и, конечно, видела разную практику. Иногда и на меня нападали люди, выдавая свои эмоции под эгидой пророчества. Я видела, что люди были просто не расположены ко мне, но использовали потом слово Божие или использовали личность Божию и говорили. Так говорит Дух Святой, Бог тебя не зложит, Бог тебя скинет с места, Бог с тобой расправится. Но что оставалось делать, как только призывать кровь Иисуса Христа на такие пророчества? Потому что Дух Святой не действует подобным образом. Он нежность, он любовь, он утешает, он направляет. Конечно, написана цель пророчества – обличение, мотивирование и утешение. Что такое обличение, что такое мотивирование, что такое… Ну, там немножко другие слова стоят, 3 стих 14 главы к коринфянам, да. Для обличения, для утешения, для наставления. Что такое обличение? Обличение – это значит выявить ошибку и указать выход. Мотивировать, поддержать человека, направить его на путь исцеления, на путь исправления. Может ли Господь таким образом просто взять и опускать в глазах, не просто в глазах, в ушах и в присутствии многих людей, опустить другого, вот своего помазанника таким образом, что он является прах под моими ногами? Конечно, нет. Может ли опускать? Работает ли это Духа Святого? Конечно, нет. Это 100% нет, потому что Бог не низлагает и не позорит своих детей, тем более служителей. Цель Духа Святого – поддержать и поднять авторитет своего служителя, чтобы он мог в дальнейшем содействовать Божьему народу. В теме пророческое служение я также имею один пункт, который называется «Обольщение или ошибки в пророческом служении». У меня там есть где-то 15 пунктов, которые я объясняю пророчествующим, что, дорогие мои, если вы внутри себя наполнены горечью, вы будете это выдавать также в пророчестве. Поэтому пророк должен быть всегда в состоянии мира. Он не имеет права иметь определенного предвзятого мнения к какому-то пастру, к какой-то личности, потому что незаметно для себя он выдаст это в пророчестве. Когда человек переполнен негативными эмоциями, он начинает бить, а не поддерживать человека. Это золотые слова. Я думаю, это эмоциональный всплеск был у этой женщины. И скорее всего, что место также имел дух обольщения, потому что дух обольщения ожесточает сердце человека. И чаще всего бывает так, когда низлагается пастерская личность, речь идет о том, что пророк начинает управлять, это управляющий дух Елизавели, и становиться на место руководства, на место пастера. Пророк начинает манипулировать настроением церкви, низлагает авторитет пастера, чтобы потом самому занять его место, или кого-то из желаемых экземпляров, кандидатов поставить туда. Как ты думаешь, общаясь с рядом пастырей, служителей различного ранга, я вижу в служении некоторых, и практикуется ли это в вашей церкви, я вижу служение, когда эти пастыря, ну некоторые, по крайней мере, они в страхе могут находиться от того, что рядом находится пророк, и, ну, образно выражаясь, как будто пастырь под пятой пророка, ну, этому не должно быть места в теле Иисуса Христа. То есть, когда, нагоняя страх на пастыря, и пастыр, пребывая в таком, знаете, не то что в испуге, но в такой нерешительности вести дело Божие среди народа на место, которое Бог его поставил. И почему? Потому что рядом пророк, и такой дискомфорт, и чувствуется некий страх. И вдруг во время богослужения общего пастырь что-то там не так сделал, этот пророк встает и начинает обличать пастыря. И из-за этого существует некий элемент такого страха. Вот, я образно выражаю, под каблуком. Но практикуется ли, если в вашем служении, вот в твоей церкви? Ни в коем случае. Нет, не может быть такого. Это просто исключено. Это пророк-манипулятор, который хочет, возможно, у него какой-то дух отверженности. Он хочет поднять себя посредством дарования. Но вообще-то никакое дарование не поднимает пророка выше пастора. У нас вообще-то такого нет. Несмотря на то, что у нас несколько пророков в постоянном служении, мы всегда подчинены пастору. Во-первых, нам важно понять, уровень или власть, или место пророка в церкви, пророчествующего пророка. Любой пророчествующий подчиняется слову написанному. Это первое. Любой пророчествующий должен служить в церквях, а не в каких-то тайных группировках сверхдуховных людей. Он принадлежит телу Христову. В-третьих, любой пророчествующий находится под попечительством пастора и церкви. По местному пастору. По местному пастору. Он не может и не должен заниматься самодеятельностью, потому что пророки в церквях служат. Может ли он посетить в другую церковь, находясь в другой церкви в гостях, в другом штате, в другом городе, в другой стране? Имеет ли он право провозгласить, так говорит Господь, там или нет? Или по разрешению пастора? Всегда по разрешению пастора. Я много уже путешествую по разным странам. И пока я не получу разрешение от пастора, я никогда не раскрываю рот. Хотя иногда есть вдохновение что-то сказать. Но я также понимаю, что в церкви должен быть порядок, а не хаос. Если любой из пророков, непроверенных, неизвестных, неизвестно чем напичканных, какими настроениями обладающими придет и начнет провозглашать истину или ложь или подтасовку под именем Божьим, и он натворит очень много проблем. Поэтому я понимаю и постоянно так обучаю людей, мы не выше пастора, мы подчинены условиям, порядкам и в домостроительстве Божьем, церковным порядкам подчинены, даже в наших церквях. Хотя мы когда-то выходили наперед, пастор вызывал, каждого благословил. Мы прошли библейскую школу двугодичную, пастор сказал, эти люди имеют право участвовать в пророческом служении как на сцене, так по ячейкам и везде. Когда я куда-то уезжаю, я всегда прихожу к пастору получить благословение. Всегда. Потому что пастор – покровитель. И если я приезжаю на территорию другой церкви, я не имею права как-то возвышать себя, потому что я имею пророческий голос. Там есть свой распорядок, свои правила. И духовный лидер, ответственный за духовное состояние церкви – покровитель. Неля, зная, что ты не просто пребываешь в пророческом служении, но ведешь школу пророков, как бы это ни звучало, может быть, сегодня… Семинары веду. Ведешь семинары, да. У нас школа ведет пастор в церкви, я веду только семинары. Так вот, может ли лидер церкви обращаться к пророкам, и может ли Господь говорить через пророка вот такие практические моменты в жизни церкви, как разделение в церкви. Когда лидер приходит к пастыру и говорит, так, мне Господь сказал открывать свою церковь, и тот говорит, так ты же людей у меня заберешь. А он говорит, да, постараюсь да побольше забрать, образно выражаясь. То есть, прошу прощения за юмор. Вот, может ли Господь, может ли Господь побуждать через пророка какого-то из лидеров церкви на разделение церкви? Знаете, в Библии есть ответ, берегитесь делающих разделения. Неважно, пророк это министр пришел или епископ. Потому что Бог не разбивает свое тело. Чаще всего разделение происходит на почве чисто плотских эмоций, каких-то человеческих амбиций. Когда человек видит, что у меня здесь недостаточно почитать, возьму-ка я и стану пастором. Потому что я понимаю так, если ты склонен евангелизировать, если у тебя есть дары, таланты, организовать церковь, иди в мир. Там большое море, лови рыбу. Не лови рыбу в чужом аквариуме, это грех. То есть, у тебя не было такого? В моей практике? Упаси Боже. Никогда. Почему? Даже апостол Павел, послание там же Коринфянам, говорит, один пророчествует, один там написано, не все вместе, но один. А прочие что? Рассуждайте. Рассуждают. Этим самым я усматриваю, что апостол Павел, то есть Дух Святой через апостола Павла, он ставит также любого из пророков или пророчествующих на свое место. Почему? Потому что эта труба может издавать негласные звуки, так скажем. То есть, может, невнятные звуки, совершенно верно. И поэтому прочие рассуждают, находящиеся в теле, находящиеся из числа лидеров, из числа членов церкви, духовных людей, помазанников Божьих, они имеют право говорить и ставить пророчествующую, скажем, на свое место. Так это или нет? Соответствует это Духу Писания или это противоречит Духу Писания? Хотя может и соответствовать букве, но противоречит Духу Писания, это уже не туда. Это уже не туды. Очень конфликтный вопрос. Ты считаешь? Многое зависит и от пророков, и от служителей. Если пророк понимает, что на нем лежит большая мера ответственности, то пророк должен очень глубоко углубляться корнями в Писание, очень изучать Писание, потому что написано, каждое пророчество по мере веры. Мера веры связана с познанием личности Иисуса Христа, с соотношением Святого Духа и соотношением с Писанием. Чем глубже я понимаю Писание, чем обширнее мне открыта истина, тем больше я могу передать божественной истинной народу в пророчестве даже. Потому что иногда даже в пророчестве идет такое интересное толкование. Скажем, однажды я 15 минут толковала в пророчестве для меня совершенно новые истины о том, что значит вечеря Господня, что значит хлеб. Все это было записано на магнитофон, я сама потом изучала. Я видела, что я под вдохновением Святого Духа предлагала толкование абсолютно соответствующее Писание, но элементы, на которые мы не обращали внимания. Насколько важно тело Иисуса Христа. Ну вот смотри, однажды у меня было в служении... Но оно должно соответствовать Писанию, это штамп. Это штамп, да. Эталон. Значит, однажды у меня было в служении, когда подошли ко мне мои братья, с которыми я служил, и говорят, братюра, мы вот эту вот сестру не должны допустить, она была из пророчествующих. Мне сказали, она в служении, у нее слово там для народа, пророческое слово, но мы не должны допустить ее. Я говорю, вы... Пожалуйста, принесите мне воду. Воду, да? У меня просто игрушка. И это, и я говорю, замечено за ней что-то неблаговидное или вот какие-то... Где-то потеряла авторитет, да? Конечно, авторитет. Духовная может быть где-то связана с нарушением святости или прочее. Да нет, брат, она у нас в служении, она пришла с золотым кольцом на руке. Вот тебе это смешно. Но на тот момент мне не было смешно, это уже прошли года. Я вспоминаю тот момент. Я говорю, это не показатель, что она не истинный пророк. Ну как, брат, ну вот у нее золотой перстень, ну так и у меня золотой перстень, ну подаренный, правда, да. Так это значит, что мне, может мне уйти с импакта, со сцены. Снимать во время пророчества. То есть, как у вас рассматривается этот вопрос? Вопрос внешнего вида у нас глубоко не затрагивается в связи с тем, что основы учения показывают нам, что мы должны жить свято. А образ и понятие святости, святости внешнего вида, культуры, дозволенного в каждой стране свой. В Бирме все мужчины ходят в юбках. Кто из них святее? Если каждый из них в церковь приходит в юбке. Несомненно. Да, а в Китае все женщины ходят в брюках, все, и все общество ходит в таких, как бы, спортивных или рабочих костюмах. Мы видели, что это шаблон. И мы видим, какое великое пробуждение происходило в Китае. Господь как изливал дары Духа Святого на всех, хотя они все находились в брюках. Это их стандарт культуры общества. Поэтому в каждой стране есть стандарт культуры общества. Но есть и понятие о чистоте или о нравственности. Оголять интимные места в любой стране неприлично. Так что и пророчествующим, и вообще любому слою населения, христианам, нужно не забывать о том, что должна быть культура, должна быть мораль и порядочность. То есть вопрос хранить свой сосуд в святости, чести и истине, это очень важно. Почему? Потому что Дух Святой, если мы говорим о пророческом служении, если мы говорим о наполнении сосуда Святым Духом и тем, что он передает послание от Бога, Дух Святой не может использовать грязный сосуд. Я так тоже понимаю. Или как ты понимаешь? Главный фактор – это содержание твоего сердца. Конечно, мы не можем исключать и внешний вид, потому что внешний вид – это образ личности. Я даже не за внешний вид говорю, я говорю за богобоязненную… Житие, да. Житие и бытие, да. Я говорю о святою, богоугодную жизнь. И об этом говорю. Неважно, пророк ты или ты пастор, или ты какой-то служитель, или ты уборщица в церкви. Библия конкретно говорит о принадлежности Христу и о святой жизни каждого члена церкви. Несомненно. Каждого. Но от пророчествующих требуется повышенный уровень чистоты, присутствия божественной силы и ответственности. Я учу наших служителей или объясняю нашим служителям, что вы не имеете права пророчествовать, если у вас нет мира в сердце, если вы с кем-то поспорились, если у вас горечь, если у вас обида, если кто-то вас огорчил, и вы не можете это отпустить. Не смейте пророчествовать, потому что обольщение может коснуться вас. Если вы в страхе, если вы в мятеже, не смейте пророчествовать, вы потеряете свой авторитет одной большой ошибкой. Низложено будет ваше пророческое служение на несколько лет. Даже если вы крайне усталый, не смейте пророчествовать, потому что наш разум полностью участвует в пророческом служении. Получив весть от Духа Святого, я получаю просто понятие, которое излагаю своим языком. Поэтому, если я настолько устал, что не могу собрать мысль, изложить это понятие, я практически сейчас бездействую или буду что-то подобное выдавать, это тоже запрещено делать. Но то, что мы говорили вначале о пасторском служении, например, несмотря на то, что наши пророки благословены, впереди представлены народу, всегда на воскресном собрании нам разрешено пророчествовать где-то на последней песне поклонения. И то, уважая моего пастора, я приходила к сцене, я где-то сзади обычно дежурю, помогаю людям, я приходила к сцене, и я пастору всегда давала знак. Я имею сейчас право пророчествовать? Если он покажет нет, я никогда не возмущалась, никогда не предъявляла ему каких-то улик, и не говорила, как ты смел закрыть мне рот, я Божий пророк, это гордость, надменность. Пастор отвечает за ход богослужения. А если он противится любому духовному проявлению? Он несет ответственность за это, я свободна, я же не буду дебош устраивать на сцене, пропустите меня, дайте мне микрофон, это исключено. Так что если пастор или пасторы церквей, куда я приезжаю, говорят, нет, мы не позволяем тебе пророчествовать, я смиряюсь. Они несут ответственность, если я предоставляю слово пастору, которое я получила дома, и пастор говорит, знаешь, я не могу это принять, я тоже смиряюсь, у меня был один конкретный случай, который меня несколько ударил внутри, но потом Господь укрепил меня, потому что все оправдалось, был момент, когда мы искали церковь и нашли землю и хотели ее купить, все были заинтересованы ее купить. Утром я молюсь и получаю слово, Дух Святой говорит, что я не даю вам землю, я не желаю, чтобы вы купили землю, но я дам вам готовое здание. Я думаю, какая новость, мы покупаем землю, я позвонила пастору, сказала, пастор, прямо сейчас получила слово, что Бог не желает нам давать землю, но даст готовое здание. Но пастор поторопился, потому что уже оформлялись документы на землю, и он сказал мне, Неля, ты знаешь, я думаю, ты опоздала, мы все-таки сегодня покупаем землю. Я говорю, пастор, я выдаю то, что есть, и я ни в коем случае не могу огорчаться и не имею права огорчаться. Я только вестник, я передала весть и отхожу в тень. Проходит два дня, я прихожу на богослужение, и пастор мне говорит, Неля, твое пророчество исполнила, землю нам отказали, и на следующий же день нам предложили здание, которое мы теперь купили. Жив Господь. Написано, духи пророческие повинуются пророкам. Очень многим из пророчествующих и из пророков хотелось бы, чтобы там стояла духи с большой буквы. Духи. Да, духи. Но там написано о том, что это внутренний дух, это не дух святой повинуются пророкам. Мы бы хотели взять дух святой и поставить себя на службе. Это мы бы хотели бы. Но там же по-другому написано. Как ты трактуешь это место? Дело в том, что слово дух имеет всем значение лексических в русском языке. Вдохновение, ветер, воздух, запах, ощущение, эмоциональный настрой. Так что если говорится о том, что духи пророческие имеются в виду направление или вдохновение пророческого дара, у меня в данный момент происходит возбуждение для пророчества. Как-то бурлит в моем духе, и я чувствую помазание пророческого дара. Но идет проповедь. Я не имею права согнать проповедника со сцены, поставить себя выше служения или служителя и сказать, сейчас я буду пророчествовать, все слушайте. Это будет хаос. Поэтому в плане духи пророческие повинуются пророкам означает, когда приходит пророческое вдохновение, я должен удержать его до времени возможности. Почему? Потому что если это от Духа Святого... Оно подчиняется. Нет, просто подчиняется. Оно сохранится и через миллион лет. Оно через миллион... Говорит, я был на богослужении, когда... Тоже был на одном из богослужений, когда подошел к нам из пророчествующих, вот точно вот в таком ракурсе, как ты, в том порядке, правильно, он подошел. Мы стояли спереди со служителями, и он говорит, у меня есть пророческое слово. Я переговорил с пастырем, и он говорит, Юра, что мы будем делать? Я говорю, ну, он имеет право обождать. Он имеет возможность обождать. Не нарушать ход служения. Конечно, потому что как раз на сцене было свидетельство. Если быть точным, было свидетельство покаяния. То есть очень такое мощное было слово свидетельство, вот обращение того человека к Богу. И оно трогало всех. И когда этот человек подошел, я говорю, знаешь что, посоветовавшись с пастырем, говорю, тебе будет место, ну, через минут 20-30 подойдешь. Нет, такого не может быть. Я говорю, как не может быть? А говорит, мне надо сейчас говорить. Я говорю, обожди. Ну, ты внесешь дисбаланс в ход служения. Говорю, ты неуважение покажешь человеку, который на сцене. Вот смотри, говорю, как Бог касается через его свидетельство людей. Кончилось огорчением с его стороны. И потом после служения у нас со служителями с ним состоялся разговор. И он начал нам доказывать о том, что вот на меня нашло, вот нашло на меня. Говорит, братья, на меня нашло, и что я должен делать? Это же по Писанию. Я говорю, обожди, обожди. Я вам рассказываю, как есть. Сошло вдохновение. Да, сошло вдохновение, он должен все останавливать. И были такие моменты. Были. Я говорю, если нашло, так оно не уйдет и через миллион лет. Если это от Бога, оно не уйдет. Он говорит, я боюсь, что оно может уйти. Позволь, говорю, если это Божье, да оно сохранится. Оно сбережется. И ты передашь волю Божию, Слово Божие, мысль Божия, Дух Божий. Ты передашь и через час, и оно никуда не улетучится. Ну как улетучится? От Бога не улетучится. То есть, бывает ли у тебя огорчение, когда такого рода... Ты говорила, что такой практики у тебя нет. Я сейчас отвечу на этот случай. Я думаю, что есть две причины. Первый, этот пророк в стадии становления, он нетренированный удерживать благодать Святого Духа в себе. В начале, в первый, второй год моего служения, мне действительно было очень трудно удерживаться. В тебя были такие моменты? Я теряла помазание, да. Но потом я стала тренироваться, пребывать в этом помазании, поклоняться. Сейчас скажу. Я продолжала поклоняться Богу, я продолжала молиться на языках, чтобы удержать эту благодать. И когда мне предоставлялся момент, я шла наперед, сначала обычная, славлю Бога, потому что через словословие приходит сильное действие дара. Иногда мне не приходится молиться на языках. Я просто славлю Бога, превозношу царя царей, его престол, и моментально идет слово объемное, не использую даже иные языки. А еще вторая причина у этого пророка, он или не понял свое место, или неправильно мотивирован. Иногда люди мотивированы своей значимостью. Я пророк Господень, я уста Господень, кто ты такой пастор или служитель, что затыкаешь мне рот? Это неправильная горделивая мотивация. Да, я, может быть, и пророк Господень, или пророчествующий, но я должен не забывать свое место в церкви. Смотрите, 14 глава написана. Пророки, пророчествуйте по очереди. То есть, если сразу на нескольких человек сошло вдохновение, и мы в один голос будем говорить, что получится, винегрет. Значит, здесь показано этим местом Писания, что пророк может удерживать себя, может балансировать себя, может ждать своей очереди и потом передать славу Божию или Слово Божие. Были, конечно, такие моменты, когда при поклонении приходила особая мера помазания. Но все равно я теперь научилась держать это пророческое помазание и ждать своего момента. Потому что иногда, когда я раньше выходила в ранней стадии поклонения, первая, вторая песня, я сокрушала дух поклонения. Потому что не всегда ты, вообще ты никогда не знаешь, что дух Святой сейчас будет говорить через тебя. Может, это слово обличения, и ты не зложишь славу Божию в поклонении. Поэтому пастор, понимая, что могут быть сообщения разного порядка, удерживает пророков до последнего момента. Только на последней песне прославления мы имеем право выходить, ну, в паузе маленькой, выходить и пророчествовать, чтобы народ уже пришел в присутствие Божие. Потому что главное это прославление и поклонение. Главное. Слово пророческое может идти индивидуально к одному лицу, но оно не изложит или опустит дух поклонения в народе. Вот, например, я недавно пророчествовала, что здесь есть человек, который сегодня всю ночь не спал. Дух Божий беспокоил тебя, потому что твои дни кончились. Я не сказала так прямо, потому что зал бы мог испугаться. Я сказала, время твое приближается к концу, и дух Святой не давал тебе покоя, потому что он готовит тебя. Представьте, я просто доверяю Богу, давая такое сообщение. Конечно, многие люди, возможно, испугались, кто-то еще не спал. Но конкретно нашелся в конце собрания человек, который сказал, я не спал всю ночь, у меня было такое беспокойство, ходил по квартире. И уже о нем знала я, что Господь его предупреждал лично, других людей предупреждал, что ему нужно подготовиться, потому что время его приблизилось. Это редкий вариант пророчества, крайне редкий. И вообще я не советую начинающим пророкам изъявлять такие откровения. Запиши его лучше и передай пастору. Или, например, такие пророчества, которые не соответствуют стилю или направлению собрания. Я часто выходила, и Бог сообщал о ситуациях, которые произойдут в городе. Они не были наставительными для данного богослужения. Поэтому важно, чтобы дать основному течению помазания уже пройти, чтобы люди вдохновились силой Святого Духа, чтобы они наполнились божественным исцелением и где-то такую маленькую паузу перед проповедью или после проповеди дать. Нам дают перед проповедью, потому что иногда пророчество касается направления проповеди. Насколько важно, чтобы пастор был духовный, близкий к Богу человек, чтобы он умел регулировать это мастерство, это искусство, чтобы он и не пренебрегал пророками, находясь в страхе Божьем, потому что Бог с него спросит. Наш пастор тоже пророчествующий, но наш пастор может истолковывать. Был такой момент, когда впереди вышел человек, пел на каких-то азиатских языках, я вышла для истолкования, потому что в нашей церкви Дух Святой использует какой-то азиатский язык для истолкования. Любой, кто выходит и начинает молиться на этом азиатском языке, я знаю, что мне надо поторопиться к сцене. Как-то своеобразный маневр такой Духа Святого. И четыре функции или четыре номера было в этом истолковании. Дух Святой говорит так, 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 четыре элемента было высказано. И пастор говорит потом, а пятый элемент был такой-то, Неля, ты его не передала. А почему? Потому что я поздно пришла к сцене. То есть пастор получил копию этого откровения и потом сказал, вот это еще было в откровении. Неля, в интернете, там бегает по интернету откровение, которое Бог давал тебе относительно положения одной из стран в Европе. О политике? О политике, да. То есть Господь, заблагодя, как мы говорим, до того, что произошло в одной из стран Европы, Господь давал тебе откровение, что это произойдет. Мы не будем углубляться сегодня. Не буду углубляться, да. Господь мне очень много открывает о политике. Юрий, когда мне Бог начал показывать сны о ситуации будущей в мире, в разных странах Европы, в том числе и нашей стране, и при Балтийских странах, еще некоторых странах, я даже не осознавала, насколько это важные глубины откровения. Во снах я часто слышала голос, который говорил, что и когда будет происходить. Я просто фиксировала постоянно все. Когда Бог давал откровения политического порядка, и они касались близлежащих стран, я приходила к пастору и говорила так и так, сказал Господь, мы должны сейчас молиться об этой стране. Пастор всегда молился, поэтому эти откровения не лежали где-то под сукном, они были известны. Но когда пришла полнота времени, Господь давал мне уже более объемные откровения или часто эти откровения, таким образом я стала молиться, Бог, я знаю, что Ты не даешь мне сны для того, чтобы я считала себя умной и всезнайкой. Возможно, они для широкого круга людей, потому что эти откровения были направлены в будущее, и кому-то они могут послужить выходом или как бы спасением из ситуации, дверью спасения. И я стала молиться, Бог, я знаю, я вижу, что это от Тебя, потому что Дух Святой давал мне конкретные сообщения во время сна. Что мне с ними делать? Дай мне благодать, пошли мне человека, который бы поместил их в интернет, чтобы широкий круг людей мог с ними познакомиться, и была поддержка, или был бы выход из этой ситуации. И Господь быстро так организовал, когда я стала молиться, один пастор узнал об этих откровениях, сказал, приедь в мою церковь, расскажи все, и он поставил их в интернет. На ютубе они сейчас стоят под рубрикой «Откровения об Украине», «Откровения о Германии», «Откровения о Риге» или «Откровения о Германии», «Украине» и так далее. Там связано с твоим именем, да? Откровения... Нет, они не стоят под моим именем. Я не считаю нужным рекламировать себя. Наша цель — передать информацию от Духа Святого. Краткости ради мы не углубляемся. И хотя до эфира у меня было несколько звонков, меня говорили, задавали прямо вопрос, или мы не будем об этом говорить. Более детально я говорил, что вероятно нет, потому что у нас есть интересная тема. Вот для... Кстати, если... Ну, хотя бы чуть-чуть. Неля, было ли тебе что-то за Америку богом сказано? Конкретно нет. Конкретно нет, да? Да. Я понимаю, в одном из пророческих откровений во сне мне было дано знание о том, что три страны будут воевать. И я склонна мыслить, что, возможно, в конце вот этого украинского конфликта, возможно, Америка вступит в какие-то защитные функции, возьмет на себя, вступит в сражение. И, возможно, это расширит конфликт, потому что Бог говорил, что три страны будут воевать. Возможно, Америка может получить сдачи, если придет защищать Украину. От третьей стороны. Понимаю. Но конкретно нет. Знаешь, с чем это связано, Юра? Господь мне часто дает откровения о странах, которые я посещаю, с которыми я душевно связана. Поэтому, когда я ездила на Украину или в Россию, или еще в какую-то страну, и присутствие там, Бог мне давал откровения. Или из-за того даже, что я собиралась туда ехать, я душевно с ними соединялась, молилась о них, и приходило откровение об этой стране. Иногда, конечно, приходили откровения о странах, с которыми я никакого контакта, ни эмоционального, ни личностного не имею. Иногда я молилась, и это было как последнее известие. Господь говорил, в такой-то стране восстановится мир, такая-то страна переживет внутренние волнения, в такой-то стране будет экономический спад. Мне даже было интересно, зачем ты мне, Бог, это даешь? Но теперь я понимаю, что Бог тренировал меня доверять голосу Божьему, потому что все это сбывалось. Водительство Духа Божьего. Да, мы уже знаем, что Дух Святой пришел для того, чтобы мы им имели водительство. Римлянам 8 глава 14 стих написано, «Все, водимые Духом Божьим, есть дети Божьи». Что такое водительство? Водительство – это не руководство, это детальное руководство и содействие. Дух Святой содействует нам. Я уже говорила, есть греческое слово «параклетос», которое означает «вызванный» или «идущий» бок о бок. Дух Святой идет вместе с нами, он содействует нам творить волю Божию, но что касается нас лично, он может дать нам разные формы знания, слово «знание», видение, сновидение, пророческое ходатайство, истолкование, голос в духе или такие формы, как слово «мудрости». В чем разница между даром слова «знание» и даром слова «мудрости»? Хочешь завалить меня на экзамене? Дело в том, что нет дара мудрости и дара знания, есть дара слова. Что такое слово «знание»? Слово – это часть предложения. Это как пазл в картине. Ты не видишь полноту картины, но ты имеешь только одну единицу информации. Также и слово. Господь дает какое-то внушение, какой-то маленький объем информации, какое-то убеждение, какой-то внутренний импульс, но не дает полноту картины. Для чего это он делает? Для того, чтобы мы ходатайствовали перед ним и просили, чтобы Бог нам дал полноту и ясность этой картины, сообщения, которым он дает. Иногда даже не нужна полнота картины, если Бог говорит «остановись». Ты просто должен послушаться. Если внутри идет сильное внушение «остановись». Я иногда рассказываю этот пример. Однажды я ехала на автостраде на трехполосном движении и с левой стороны скоростная полоса. Я не гонщик. Я ехала, наверное, 120-130. Сейчас не знаю. Но на этой полосе могут ехать и по 200. В середине шел грузовик, шаланда с двумя прицепами. Я не знаю, правильно ли я выразилась по-русски. У нас такого нет. Да, это по-украински, наверное. И справа шла маленькая машинка. Вдруг я почувствовала внутреннее убеждение, которое мне внушало. Притормози. Сейчас грузовик перейдет на левую сторону. Логически это исключено. Грузовик никогда не имеет права заехать на скоростную полосу. Там несутся машины с огромной скоростью, будут страшные аварии. Но я поверила этому внутреннему внушению, этому импульсу, этому внутреннему убеждению, знанию моментальному. Потому что я уже привыкла слушаться голос Святого Духа. И я притормозила. Через 10 или 15 секунд, может, 30 прошло, не знаю. Грузовик перешел на левую сторону. Это невероятно. Или шофер уснул, или он зачитался, или он звонил по телефону. Но, скорее всего, было бы так, что он тер бы меня планку автобана. И, скорее всего, бы прицепом. И пока это все бы выяснилось, я не знаю, что бы осталось от моего автомобиля, от моей сущности. То есть это был дар словознания. Да, дар словознания постоянно действует в моей жизни. Но в данный момент это был только элемент откровения. Если грань, а если есть такова, насколько она тонка, эта грань, между пророческим словом и даром словознания, потому что оно настолько перепелетенено, мне кажется, в ряде случаев, что ты не отличишь этот дар словознания, там написано, тем же духом, или это пророчество. Можно отличить. А ну-ка. В моей практике это действует так. Иногда я пророчествую. Я в дух получаю порцию информации, объем знания, которые я тут же передаю своими словами, спонтанно, быстро, да, пользуясь знанием русского языка. Одновременно, на другой волне или на другом духовном векторе я получаю дополнительное знание об этой личности, которое я не передаю в пророчестве, как ощущение, как убеждение, как внушение. И потом я могу рассказать, во время пророчества мне было внушение, что у вас еще вот такая вот такая обстановка, или что с вашим сердцем такое и такое обстоит. Почему это так? Потому что мы должны определиться, что такое пророчество, и для чего оно служит. Пророчество служит для наставления, для убеждения. Давайте мы откроем 14 главу, чтобы быть более точным. У меня это написано. Для обличения, для утешения, для увещевания. Слово обличение означает выявить ошибку, корректирование действий. Потом утешение. Что такое утешение? Это поддержка, мотивация, поощрение. Увещевание – это убеждение, настаивать, убеждать, предупреждать, ободрять. Но когда ты убеждаешь, ободряешь, увещеваешь, утешаешь, это идет пророческое слово. А внутри параллельно может идти слово знание. Этот человек скоро попадет в аварию. И я ему говорю, во время пророчества у меня было такое убеждение, что у вас будет какая-то авария. У меня было очень много случаев словознания в моей личной практике. Я даже учу людей, как нам правильно к этому относиться. Потому что однажды, проезжая перекресток, я получила слово знание. Здесь будет авария, и врежутся христиане. Я говорю своим детям, дети, представьте, если бы вы были сейчас, оказались в аварии, и христиане врезались, и вы бы видели, что они в опасности. Что бы вы сделали? Они начали сочинять, чем бы они помогли. И я поехала дальше. И каждый раз, проезжая этот перекресток, я получала это внушение. И я неправильно отнеслась к этому внушению. Я просто была проинформирована, но не включила ни молитву ходатайства, ни молитву власти. Я не противостояла планам врага. Ведь Бог предупредил меня о планах врага. Христиане попадут в аварию, в беду. Через год проезжая этот перекресток, мы видим большую аварию с детьми. Мы остановились. Даня говорит, мама, это наши друзья из Брамши врезались. Машина в смятку, одна лежит в углу на траве, под кустами. Трактор стоит, маленький ребенок сидит, ему руку перевязывают. И, в общем, целая группировка. Люди повыскакивали с машин. Я остановилась. Я забыла про это откровение, конечно. Я остановилась, побежала к верующим, предложила им свои услуги. Они сказали, никто не пострадал. Я говорю, давайте я за вас помолюсь, ты девушка-шофер, ты трясешься вся. У тебя лихорадка, страха или от испуга и шока. Я помолилась за нее. Она сказала, только права недавно получила. И когда мы увидели, что уже едет скорая помощь, едет полиция, мы поняли, что сейчас закроют дороги, мы быстро отъехали. И тут я вспоминаю, что я предупреждала детей об этой аварии. Я говорю, дети, помните, я вас предупреждала. Получилось, что я как бы похвастала своим знанием, но я ничего не предприняла, чтобы остановить планы дьявола. А что ты могла запретить? Очень многое. Запретить? Я могла запретить этим планам дьявола, разрушить их во имя Иисуса Христа. Молиться там же на перекрестке. Да, встать на перекрестке, призвать людей. Я очень много пользуюсь властью в этом отношении. Например, даже так. Есть часть автобана. Мы живем в Нойенкирхе. От Нойенкирхена до Оснабрюка. Мы ездим 37 километров на собрание, где каждый день совершаются аварии. Невероятно. Я постоянно слушаю радио, объявляют, что на этом участке произошла авария. Из-за скоростей? Нет. Другая была причина. Это была причина колдовства. И мы с мужем обратили на это внимание. Я говорю, Толик, мы постоянно должны задерживаться, не успеваем на собрании из-за этой пробки, которая только на нашем участке совершается. Автобан тысяч километров, почти первый автобан. Ну, 800 километров. И только на нашем участке постоянно пробка. Что-то невероятное. Я обратила на это внимание. Я говорю, давай мы с пасторами помолимся. И разрушен действие дьявола. Все время кто-то попадает в проблемы или смерть, или просто грузовики падают, кувыркаются, с автобана уходят. И я забыла с пасторами помолиться. С другим пастором ехала, опять забыли помолиться. Но потом, однажды я еду, и вижу опять очередная авария. Мой дух возревновал. Да что это такое? Я как только забыла помолиться, и вот в этот же день опять авария. Я остановилась, смотрю, грузовик перевернулся, лежит в кустах. Остановилась на противоположной стороне, я воззапила. Дух Божий, открой мне, что происходит? Почему здесь постоянно аварии? И Дух Святой мне говорит, посмотри на краны, которые вытаскивают. Я посмотрела, какой фирмы этой краны. Это с Нойнкирхена, с нашей деревни краны. И тут я подумала, мне нельзя стоять напротив аварии, надо срочно уехать, полиция сейчас начнет свистеть. Я уехала, и стала интересоваться, кто хозяин этих кранов. Раз Дух Святой обратил внимание, это не просто так. Оказалось, что хозяин этих дорожных служб, тех помощи и кранов, которые вытаскивают грузовики, это одна очень пожилая женщина, которая, возможно, очень активно пользуется оккультизмом. Она отвечает за этот участок, и больше ни за какой. И только на этом участке постоянной аварии, хотя там нет никаких особенных эксцессов, особо сложных ситуаций, нет ни поворота, очень прямой автобан, автострада. Поэтому мы просто использовали власть, мы встали на мосту автобана, я и мужа это тоже делала, я сказала во имя Иисуса Христа, я беру власть над этим участком пути, которая принадлежит нам, потому что написано там, где ступит нога ваша, это место принадлежит нам. И до конца года я запрещаю здесь всякие аварии, я просто призываю ангелов Божих, я говорила, Господь, пошли твоих ангелов, чтобы они разоружили действия сатанинских сил, я разрушаю всякое проклятие, всякое колдовство, и проезжая мимо ее фирмы, я делаю это каждый раз, я запрещаю тебе во имя Иисуса Христа производить какие-либо колдовские действия над этой частью автострады, потому что это очень модно в Германии, вызывают колдунов, заколдовывают фирмы, заколдовывают участки пути, все это делают для своих прибытков. Фирмы это постоянно делают, вызывают фей разных, темных, белых, серых, синих всяких, и они ходят и заколдуют предметы, и побуждают или внушают людям, чтобы они покупали только с этой фирмы предметы, то есть действительно колдовское влияние. Поэтому мне Бог однажды сказал, дочь моя, любую вещь, которую ты заносишь в дом, благословляй, ты не знаешь, с какой оперы она пришла. И я увидела чудо. В течение двух месяцев, то есть до конца года, не было аварии. Мы специально включали радио, чтобы увидеть славу Божию, и так и было. Поэтому я свидетельствую об этом. Люди, не оставляйте упования вашего. Не будьте легкомысленны, вы имеете власть во Христе Иисусе, разрушать дела дьявола. А в чем особенность пророчеств на американском континенте в англоязычных церквах? Я заметила, это тоже. Они очень отличаются от немецких пророков. Знаете, тем убаюкиванием. Я тебе, вот я приложу толкование. Убаюкивание, если оно и есть, а я имею возможность быть в кругу различного рода англоязычных служителей и народа его. Что интересно, в основном, я благословлю финансами, дом продаж, 10 купишь. То есть в основном... И часто они не сбываются. Не сбываются. В основном, что вы мой народ, в основном, что все хорошо, в основном, что вы особый. И настораживает тот момент, что при всей этой, вот такой, при всем позитиве, при всем позитиве. Состояние церкви очень плачевно, потому что материализм, вещизм и все эти измы, они просто, они, ну, они оккупировали. И служение, и богослужение, и церковь. Все поставлено в основном на бизнес-уровень. То есть... И вот это вот, это печально. Это печально. В твоем пророческом служении насколько Господь уделяет место финансам, вопросу материального обеспечения народа? Или... Это первое. Или в основном обличение во грехах? Или в основном поощрение к делам Божьим? Или... Вот, ну... Я думаю, у меня многогранное пророчество. Бог бывает, что обличает во грехах, но всегда в мягкой форме. Я восхищаюсь Божьей мудрости и любви. Я обучаю людей так, дорогие мои, мы должны всегда принять нейтральную позицию по отношению к той церкви или человеку, которому вы сейчас намерены пророчествовать. Ты обучаешь... В пророческой школе. В пророческой школе. И себя я обучала так же, что нужно принять нейтральную позицию. Поэтому, если у меня было какое-то предвзятое мнение к личности или к церкви, сначала я приводила себя в состояние мира и говорила Бог, я приму то, что Ты передашь, независимо от моего отношения к ним. Это меня освобождало от моих эмоций, чтобы приходило чистое слово. Так что иногда Бог обличал, но Бог никогда не бьет людей. Бог показывает ошибку, иногда со слезами. Когда Бог говорил о грехах, я просто плакала о грехах народа. И Бог показывает выход, как им выйти из положения. Иногда Бог предупреждал строго, что если вы не покаетесь, придет разорение, придет разрушение. Но Бог не говорил, я вас разорю, я вас не зложу, я вас уничтожу, я сдвину светильник твой. Это Бог говорит в особых случаях человеку ответственному. Третья глава Откровения. Что если ты не послушаешься моих предупреждений, вот придет результат. Но опять посмотрите, как Бог излагает свое слово. В этом, в этом, в этом покайся. Если ты не покаешься, это очень ответственное лицо и понимает результат непослушания. Если же пророчество обращено к человеку начинающему, и ты начнешь, прямо скажу, человек чаще всего, пророк, начинает бить его словами резкими, категоричными. Этот человек, у которого вера может висеть на волоске, он совершенно отобьется от Божьего стада, и пророк будет виноват. И много раз было так, что я знала, что это какой-то человек, которому я сейчас буду пророчествовать, какая-то личность, недостойно себя ведет, сидит постоянно на интернете, на собрание почти не ходит. Если бы я лично обличала его, я бы выставила ему на показ, возможно, его нарушения. Но когда я приходила к нему с пророческим словом, происходила метаморфоза. Дух Святой начинал говорить ему такие нежные речи о Божьей любви, о Божьей защите, о его призвании. Он умолял его встать на место, предназначенное ему, что очень содействовало восстановлению, исцелению и возвращению. Пролучаю. Итак, цель пророчества, мотивирование, обличение. И я сказала, что в моем пророческом служении все это было. Очень часто в пророческом служении, обращенном к церкви, Бог говорил о структуре церкви, что в церкви надо изменить, какие в церкви есть люди, которые могут нанести вред. Я ведь вообще не знаю ситуацию в церкви. Поэтому когда вскрывалась тайная ситуация церкви, то пасторы видели, что действительно слово идет от Бога, потому что я никак не могу знать тайны, приехав туда первый раз и ни с кем не пообщаться. Ты говоришь, когда идет строение, созидание церкви, новой церкви, организация церкви. То есть ты приезжаешь в церковь. По приглашению пастору. По приглашению. И Господь тебе указывает на моменты, к которым пастыря и служители должны отнестись очень осторожно. Обратить внимание. Для созидания какие-то моменты, предупреждающие моменты. Есть очень разного сорта. Например, недавно я пророчествовал одному пастору. Ему было предупреждение, что я дал тебе Ниву, я дал тебе сферу влияния. Не позволяй посторонним приходить сюда и наводить свои порядки. Они разрушители. Я не знаю, о ком шла речь. Он сказал, я абсолютно знаю, о ком идет речь. Так и есть. Оказывается, какой-то пастор постоянно, потом я впоследствии знала, постоянно вмешивался, пытался наводить свои порядки, и только получалось, что внедрение чужой личности напрягало отношения. Иногда Дух Святой давал корректировку, что есть какие-то ошибочные действия в пасторском служении. Но запомните главное, Бог никогда не низлагает авторитет пастора в обществе. Никогда. Если речь идет к пастору, это всегда мотивирующее, поддерживающее, направляющее. Бог наш авторитет как личности поднимает, тем более поднимает авторитет пастора. Поэтому я знаю, как функционирует Дух Святой, и говорю пасторам, если у вас есть личные нужды, касающиеся церкви, мы будем молиться индивидуально, не при свидетелях, потому что тогда Бог вскроет тайники. А при обществе Бог только даст мотивирующее, поддерживающее, утешающее пророчество. Ну, даже Господь говорил Давиду, что ты делай это в тайне, а я сделаю так, что об этом узнают на кровле. В этом случае это уже прорегатива Бога, да? Вскрыть, показать и указать на какой-то грех или на ошибку. Так я понимаю? Юрий, бывало так, что Бог говорил о каком-то пасторе, даже о очень серьезном грехе, но Бог никогда не излагал его авторитета. Это всегда было в личной молитве. Иногда Бог лидером говорил, что у тебя очень несерьезные отношения в области целомудрия, есть проблемы, есть пробелы. Бог не говорил, ты негодяй, ты знаешь, что ты блудник, я с тобой разберусь. Такое не может быть, это не божественное пророчество. Чаще всего это какая-то возмущенная личность, которая хочет дать сдачи какому-то пастору или какому-то лидеру, или надуманное пророчество, или душевное пророчество, или может быть вообще дух обольщения, который пришел разрушить, разбить, погубить. В тебе никогда не было такого? Так говорит Господь, меня здесь нет. Ну, это обольщение, я знаю этот юмор. В теме обольщения, ошибки в пророческом служении я насобирала очень много фактов из моей жизни, как я наблюдала за пророком, откуда-то брала примеры, как неправильно пророчествуют пророки, которые не посланы Богом, но которые хотят навести порядок. Это духи из завели. Как смешно это выглядит для человека понимающего, и как грустно это выглядит для церкви, которая не может разобраться, где правая, где левая. Несомненно. Ну, полтора часа у нас прошло. Да? Неужели? Суммируя. У нас, кстати, завтра эфир снова с тобой. Завтра эфир, это будет в 10 часов утра, друзья. Также будет открытый прямой эфир. Мы приняли решение не открывать линию прямого эфира. Почему? Потому что мы можем уходить от заданной темы, я так понимаю, потому что, Нелли, открытым текстом скажу, что мы бы получили сотни звонков в течение полтора часа, мы бы получили не менее сотни звонков. И я отвечаю за свои слова со всех штатов Америки. Эта тема очень интересная. Она очень... Актуальна. Даже острая. Даже острая во многих и многих церквах. Юр, можно я к американскому пророчеству вернусь? Пожалуйста. У нас две минуты. Я заметила, что американцы, приезжая к нам, они выдают только мотивирующие, похваляющие пророчества. То есть, они берут только один объект. Вот это утешение, увещевание. Но нету обличения, нету корректировки. Дух Святой обязательно использует все линии. Ведь в Библии есть корректировка, есть утешение, есть вразумление, есть строгость. Понимаю. Но правильными действиями, правильными словами, с нежностью и заботой. Итак, ну, наверное, моралью нашей беседы с тобой это все-таки углубляться. Не игнорировать этой темы. Не игнорировать пророческого служения. Пророков надо обучать. Зачем Дух Святой не игнорировать этой личностью? Единственный, кто может привести вашего родственника, твоего сына блудного, или дочери, или внука, или мужа, твоего соседа неверующего, единственный, кто может привести к Иисусу Христу, это Дух Святой. Я всегда пророчествую неверующим. Это самая сильная проповедь. Когда ты говоришь им о их характере, о их ситуации, об их будущем, они сразу сокрушаются, склоняются, приходят к Иисусу. Ну, на этом мы и окончим. Спасибо, друзья, что вы были с нами на импакте. Ну, Эля, спасибо. С удовольствием служу. У нас снова завтра эфир. Будьте благословены. Помните, Иисус Христос любит вас, мы также любим вас. До свидания. Оставайтесь с нами на импакте. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»